Это не съемка фотографии. Судебный пристав пользуется программой «Мобильный розыск». Это приложение для телефона, установив которое, можно узнать, есть ли у владельца автомобиля задолженность. Для этого достаточно просканировать через камеру мобильного телефона номер машины. Устройство показывает информацию о владельце автомобиля, есть ли у него задолженность, какая ее сумма и куда нужно обратиться для погашения долга. Если сканер не может распознать номер машины, пристав вбивает его вручную, получает такой же результат. Программа должна оказывать все возможные задолженности, которые числят автовладельцы. От штрафа до алиментов. Если водитель оказывается должником, приставы ждут его появления у машины. Затем они могут либо взыскать с владельца задолженность на мете, либо наложить арест на его имущество и вручить ему квитанцию или постановление суда. 3 декабря в Рязани и области прошли всероссийские рейдовые мероприятия, в рамках которого судебные приставы-исполнители посетили адреса должников по алиментным платежам. Одной из составляющих рейдовых мероприятий является оценка имущественного положения должника, и злостные неплатильщики алиментов могут столкнуться с неприятной процедурой ареста имущества. В практике судебных приставов бывает и такое, что родители с большой задолженностью по алиментам стараются свое транспортное средство скрыть. С помощью приложения «Мобильный розыск» проще найти автомобили, находящиеся в розыске, и произвести их арест. Также Управление Федеральной службы судебных приставов напоминает о необходимости своевременного исполнения решения о взыскании алиментов. В соответствии с Федеральным законом об исполнительном производстве, судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на имущество должника при условии задолженности более 3000 рублей. Злостным неплательщикам грозит уголовная ответственность, согласно статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.